Полвека рука об руку. Камчатская семья отметила золотую свадьбу. И большую часть своего брака Ким Йен Хван и Йен Хи прожили на Камчатке. Юбиляров поздравили торжественно. Домой к ним приехали представители краевого агентства ЗАГС. Уважаемый Александр Иванович и Нина Александровна, от имени и по поручению губернатора Камчатского края разрешите вам вручить в знак огромной признательности за ваш личный вклад в укрепление института семьи в Камчатском крае этот приветственный адрес. И пожелать вам оставаться такими же цветущими, молодыми, энергичными, способными еще многое сделать для развития и Камчатского края, и вашей семьи в частности. Поздравляем. Спасибо большое. Постараемся. Семья Ким образовалась в 1970 году на Сахалине. Йен Хван и Йен Хи познакомились на свадьбе у друзей, а через три дня зарегистрировали брак. Свою офицерскую службу глава семьи начал как раз на Камчатке, в поселке Бичевинка, на дизельных подводных лодках. Сегодня он на пенсии, но активно занимается трудовой деятельностью и спортом. Под стать ему и супруга, который обладает званием ветеран труда. Пара считает, что смогли столько лет сохранять свой брак благодаря своим родителям. По корейской традиции, что наши родители тоже прожили где-то около 60 лет, потом ушли из Дени. Вот они и вот так учили, чтобы быть верными друг к другу. Вот это, наверное, главная причина, что мы прожили Апельсаре. Конечно, были стычки, ссоры немногие, но эта ссора происходила у нас в основном из-за того, что каждая сторона пыталась уступить. Я, например, когда она что-то делает, берет какое-то хотя бы ведро, и я бегу, срываюсь, отбираю дело, я ругаю, не делаю это, ну как-то, ну, оберегаю. Так же, как и она. Агентство ЗАГС и архивного дела Камчатского края в течение многих лет ведет журнал регистрации торжественных браков. При каждом чепствовании юбилея семейной жизни сведения о супругах заносят в этот документ. А муж и жена скрепляют своими подписями это событие, как и много лет назад. Из-за пандемии церемонию таких событий во дворце бракосочетания временно не проводят, а делают это в выездном порядке. Лесона Тыпова, Залина Корбанова.